Здравствуйте. Первая беременность внематочная, вторая замерзшая 7-8 недель. Понижены тромбоциты вне беременности и во время беременности. Могло ли это негативно повлиять на беременность и какие анализы нужно сдать дополнительными? Я считаю, что здесь нужно провести обследование обязательно, потому что вы не пишете, что значит понижены тромбоциты, потому что обычно, если мы посмотрим стандартные такие бланки общего анализа крови, то концентрация тромбоцитов стандартная – это примерно 80-350 тысяч в одном микролитре. Обычно мы когда указываем 300 тысяч, 150 тысяч и так далее, то есть это все в тысячах на один микролитр мы считаем тромбоциты. И иногда пациентка считает, что у нее понижены тромбоциты, если эта цифра понижается меньше, чем, допустим, 180. Ну, тромбоцитопении, то есть когда мы говорим о том, что идет снижение концентрации тромбоцитов, мы считаем цифру меньше 150 тысяч. Эта цифра указывает на то, что количество тромбоцитов понижено, и здесь важны не только тромбоциты, но также и средний объем тромбоцитов, то есть если, допустим, идет параллельно увеличение объема тромбоцитов, средний объем тромбоцитов, он обозначается в анализах крови как MPV, mean platelet volume, то есть средний объем одного тромбоцита. Так вот неблагоприятным признаком является, если этот средний объем тромбоцита увеличивается. Еще один очень важный показатель – это процент крупных тромбоцитов. То есть процент крупных тромбоцитов тоже очень важный показатель. И относительно неблагоприятным, если идут цифры, которые говорят о том, что их количество больше приближается к верхней границе нормы или превышает норму. То есть если идет увеличение среднего объема тромбоцитов, и если идет увеличение процента крупных тромбоцитов, при одновременном низком значении концентрации самих тромбоцитов, это может указывать на то, что у вас в организме тромбоциты разрушаются избыточно. То есть идет разрушение тромбоцитов по каким-то причинам. И вот это разрушение тромбоцитов приводит к тому, что кроветворение в отношении тромбоцитов усиливается и увеличивается процент молодых форм тромбоцитов, которые крупнее. Поэтому и повышается средний объем тромбоцитов, и повышается. Ну и плюс еще, конечно, очень важно посмотреть морфологию тромбоцитов, потому что иногда бывают и разные наследственные состояния, которые связаны с тем, что просто, ну, допустим, меньшее количество тромбоцитов, но объем их резко выше, и тогда, в общем-то, это отдельно нужно с этим разбираться. Но, скорее всего, у вас грубых каких-то отклонений по остальным тромбоцитарным показателям нет, и бросается в глаза то, что идет понижение уровня тромбоцитов. Вот это понижение уровня тромбоцитов очень часто связано с различными аутоиммунными состояниями, когда в организме женщины вырабатываются антитела против тромбоцитов. И происходит активация вот этого процесса разрушения тромбоцитов, который может являться частью такого общего аутоиммунного синдрома. Поэтому, если такая ситуация была, и была остановка развития беременности, и, возможно, какое-то дополнительное вмешательство после этой остановки развития беременности, потому что очень часто у врачей просто очень хочется сделать еще выскабливание, и эти выскабливания делаются, и получается дополнительная травма слизистой оболочки матки после остановки развития беременности, а была уже и внематочная беременность, Если вы не написали, чем она закончилась, уделена труба или все-таки труба оставленная, или, может быть, если вы живете где-то за границей, то, может быть, все-таки и медикаментозно она была пролечена, это в нематочной беременности, остались обе трубы целенькими и без каких-либо повреждений. Поэтому здесь, конечно, когда идет понижение тромбоцитов, для врача-акушера-гинеколога, который разбирается, это очень тревожный сигнал. Я считаю, что здесь нужно провести углубленное обследование на то, есть или нет антифосфолипидный синдром, посмотреть, нет ли антитромбоцитарных антител. Анализ на антитромбоцитарные антитела – это какая-то невероятная, вроде бы, все должно быть легко и доступно в различных гематологических учреждениях, там, института гематологии, там, у нас в Москве гематологический научный центр и так далее, и так далее. Но, к сожалению, вот получается почему-то так, что, может быть, из-за того, что не так много этих пациентов, или, может быть, из-за того, что, может быть, не всегда выявляют этих пациентов, очень тяжелая проблема – это нормальные анализы, которые бы дифференцированы, показывали нам, нет ли каких-то либо конкретных антител против тромбоцитов, против каких структур тромбоцитов направлены эти антитела и так далее, и так далее. То есть вот проблема очень серьезная, то есть вот при эскурантах многих лабораторий, в том числе нашей, есть анализ вот на антитромбоцитарные антитела, но такую вот идеальную, хорошую панель для анализа на антитромбоцитарные антитела мы, например, у себя только планируем. И куда можно направить Москву, мы не знаем, потому что вот те анализы, с которыми мы сталкиваемся из внешних учреждений, они нас не устраивают так, как должны были бы устраивать. Вот, поэтому здесь вот, ну хотя бы на любые, вот то, что вот доступно сдать анализ на антитромбоцитарные антитела, но этот анализ, просто я еще раз говорю, что очень часто бывает ненадежным. То есть мы должны исходить из общего понимания того, какова клиника. Дальше обязательно нужно проверить, нет ли у вас какого-то системного аутоиммунного процесса, то есть это анализ на антитела ДНК, анализ на антинуклеарный фактор, я бы на всякий случай сделал бы еще анализ и на ревматоидный фактор, и обязательно сделать иммуноблот на антинуклеарные факторы. То есть проверить, нет ли у вас какого-то скрытого аутоиммунного процесса, и вот при такой ситуации, как у вас, эпизод невынашивания беременности плюс тенденции к снижению тромбоцитов, такая ситуация может быть. И если такая ситуация есть, то здесь нужно, конечно, да, и обязательно посмотреть концентрацию компонентов комплимента С3 и С4, потому что вот эти компоненты комплимента С3 и С4 могут указывать на то, что у пациентки с большой степенью вероятности есть активность аутоиммунного процесса, и это все нужно будет обязательно учитывать, когда мы будем планировать уже следующую беременность. Вот. Также очень важно сделать большую панель, большую панель на полиморфизмогенов гемостаза обязательно. Я бы рекомендовал сделать бы также еще и иммунограмму, и полиморфизмогенов, ну то есть вот по иммунологии, по иммунологии репродукции сделать вот полный блок обследований, мы об этом неоднократно говорили в наших эфирах, и можно посмотреть на нашем сайте. Ну, обследование я бы провел бы обязательно. И когда будет планироваться беременность, вот если у вас идет тенденция к снижению тромбоцитов, то здесь должна быть определенная аккуратность с назначением препаратов гепарина. Потому что препараты гепарина могут влиять на то, то есть они могут усиливать вот это разрушение тромбоцитов, и здесь просто нужно, чтобы очень грамотный врач, который разбирается в этом, проанализировал все ваши анализы, вот когда будет сделано обследование, и уже после этого решить тогда, нужно делать что-то или нет. Поэтому если есть возможность сделать у нас обследование и прийти, например, к нашему врачу, это было бы тоже очень неплохо, потому что мы вот в этих ситуациях разбираемся очень даже неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok